Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы Буганфорум в студии Виктория Саченко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Друзья, прекрасен наш союз. Он как душа неразделимый вечен. Старейшее учебное заведение Брестской области, Государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина, отмечает 70-летний юбилей. Попытка не пытка. Отвезем ковер в химчистку. Там его спасут. Благодаря новому современному оборудованию специалисты открытого акционерного общества «Снежинка» помогут реанимировать старые вещи. Качество и доступность цены гарантированы. Лакомство, которое обрело душу в России, форму во Франции под названием «Легкий ветер» или «Зефир», сегодня производится на Лунинецком хлебозаводе по своей уникальной рецептуре. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. 70 лет назад в 1945 в городе Надбугом начал функционировать учительский институт, сегодня гордо именуемый Брестским государственным университетом имени Пушкина. За десятилетия, прошедшие со дня основания, вуз преодолел серьезный путь становления. Заявил о себе не только на областном, но и на республиканском уровне. Его студенты получают глубокие фундаментальные знания. Профессорско-преподавательский состав постоянно повышает свой уровень подготовки и квалификации. Администрация делает все возможное для создания комфортных условий процесса обучения. А выпускники гордо несут и прославляют знамя родной Альма-Матер. Но это все, уверены члены большой университетской семьи, только начало. Впереди новые горизонты и новые вершины, которые ждут покорения. На торжественном мероприятии, посвященном славному прошлому университету, а также его планам на будущее, побывала и наша съемочная группа. Тему продолжит Анастасия Остробко. Торжественное заседание Совета университета состоялось в областном общественно-культурном центре. Началось праздничное мероприятие ярко и музыкально. И разве могло быть иначе? Ведь вуз празднует не просто день рождения, а большой юбилей, число которого 70 символизирует и зрелость, и качество, и вместе с тем дает уверенность в том, что впереди у учебного заведения еще немало славных страниц. Наш университет действительно с большими традициями, созданный в 45-м году как учительский институт после окончания войны. И первый набор состоялся из 49 студентов. А преподавательский корпус был 13 человек. Это вчерашние фронтовики. Понятно, что это выпускники довоенных лет Санкт-Петербургского и Московского университетов. И для сравнения, сейчас у нас работает 500 преподавателей, среди которых с учеными степенями 51%. Это кандидаты и доктора наук. 8,5 тысяч студентов. Мы готовим специалистов по 45 специальностям первой ступени, 20 специальностям второй ступени и 15 специальностям аспирантуры. На мероприятии, посвященном круглой дате, собрались не только все те, для кого Брестский государственный университет – неотъемлемая часть жизни. В гости пришли представители областной и городской вертикали власти, друзья вуза из различных структур и ведомств, в том числе и зарубежных, а также министр образования Республики Беларусь Михаил Журавков. Последний к слову отметил большой вклад данного учебного заведения в общее дело воспитания и образования подрастающего поколения. За столько лет своей работы университет дал очень большое количество выдающихся и ученых, и общественных деятелей, и писателей. А, наверное, самое главное, то, что для нашей республики необходимо – это большое количество высококвалифицированных учителей, педагогов, которые обучают, в свою очередь, молодежь и пополняют трудоспособное население нашей страны высококвалифицированными кадрами. В рамках праздничного концерта теплые слова благодарности и признательности за многолетний и плодотворный труд звучали в адрес членов профессорско-преподавательского состава университета, а также его работников не раз. Лучшие из лучших были отмечены нагрудными знаками, отличник образования, а также награждены грамотами и дипломами. Может быть, мы действительно уже, что называется, запрограммированы быть победителями, потому что родился университет в 45-м году, и это придает нам особые силы, это придает нам и волю к победе, желание работать еще больше, чтобы университет процветал, и чтобы когда-то, спустя еще несколько десятилетий, мы могли гордиться тем, что ему 100, и 120, и 150. В череде мероприятий, которые приурочены к 70-летию, концерт-событие яркое, но не единственное. Состоялись многочисленные научные конференции, культурные форумы и спортивные состязания. Была открыта специализированная выставка, рассказывающая историю становления альма-матера от Учительского института до современного университета. И это далеко не полный перечень мероприятий праздничным хороводом, следовавших друг за другом в честь юбиляра. Активные участники практически каждого из них – студенты, гордо несущие знамя, ставшего родным за годы учебы в УЗА. 70-летие университета – это особенный день для всех людей. Собрались хорошие люди, уважаемые, и мы постараемся не подвести. Лично для меня я не жалею, что я сюда поступил. Я наслаждаюсь каждым днем здесь, мне очень нравится. Хорошие люди, хорошие преподаватели. В целом, очень все хорошо, позитивно. Этот год, он вообще весь такой значительный для университета, да, это и 70 лет победы, и юбилей нашего университета. Поэтому очень волнуюсь, очень переживаю и одновременно испытываю такую радость за университет. 70-летие Брестский государственный университет имени Пушкина поздравил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. В праздничном послании глава государства отметил, цитата, ВУЗ занимает достойное место в системе высшего образования страны. Сегодня он стал настоящей кузницей кадров для Брещины. С учетом потребностей предприятий и организаций региона, здесь готовят специалистов по наиболее перспективным направлениям. Педагогический коллектив университета заслужил широкое признание как в Беларуси, так и далеко за ее пределами. А студенты неоднократно становились победителями различных конкурсов, интеллектуальных и спортивных состязаний. Александр Лукашенко также выразил уверенность в том, что в УЗИ и в дальнейшем будут приумножать лучшие традиции отечественного образования и готовить настоящих мастеров своего дела. Промышленность является ведущей отраслью экономики Беларуси. Она включает около трех сотен предприятий, на которых работают высококвалифицированные специалисты, сосредоточен интеллектуальный потенциал республики. В условиях мирового кризиса и сокращения емкости традиционных рынков первостепенное внимание в отрасли уделяется модернизации производств, повышению качества и конкурентоспособности продукции, товаров и услуг. В Брестском крае процесс модернизации проходит активную фазу. За последние несколько лет свою оснастку поменяли как заводы и фабрики-аутсайдеры, так и концерны, холдинги, являющиеся лидерами на промышленной передовой Беларуси. Процесс переоснащения переживает сейчас и еще одно предприятие города над Бугом, чье название не просто на слуху у жителей областного центра. Открытое акционерное общество «Снежинка» уже не один год приходит на помощь тем, кто хотел бы вернуть прежний вид давно полюбившимся вещам. Предприятие приобрело новое оборудование, которое позволяет проводить очистку ковровых изделий. Кроме того, здесь ведется активная реконструкция одного из блоков. Анастасия Назрин-Плотницкая расскажет подробнее. Благодаря моде в нашей жизни появляется огромное количество вещей. Одни надолго прописываются в нашем ежедневном гардеробе, другие после одного-двух выходов наполняют большие полки шкафов. Однако есть и третья категория вещей. Те, которые хотелось бы одеть, но уже нет возможности из-за их ненадлежащего вида. В этом случае специалисты придут к вам на помощь. Уже не один десяток лет на рынке услуг Брещины находится открытое акционерное общество «Снежинка». Спектр возможностей, которые сегодня рады предложить специалисты предприятия жителям города, довольно велик. Особенно востребована индивидуальная стирка белья, чистка ковров, аквачистка пухопировых изделий, химчистка свадебных платьев. А потому в приемных пунктах практически невозможно увидеть пустые полки. Работы всегда хватает. Клиентская база пополняется не только за счет физических, но и юридических лиц, в числе которых социальные, детские, дошкольные учреждения, предприятия. Юридическим лицам мы оказываем услуги по обработке белья всех видов. Физическим лицам мы оказываем услуги по чистке пухопировых изделий, ковровых изделий, стирка, химчистка всех видов одежды, свадебных платьев, например. Стирка – дело сложное, включающее в себя несколько этапов. Но бесспорно, эта работа для некоторых творческая. Это можно наблюдать, глядя на то, с какой отточенной ловкостью специалисты справляются с отсортировкой белья, процессом глажки и упаковки готовых изделий, обслуживанием пароочистителей и машин, список которых относительно недавно пополнила еще одна большая, многопрофильная, ковровая. К слову, приобретенная за собственное средство предприятия. Технологическая новинка позволяет производить чистку ковров из любого материала, любого качества. Подобные автоматизированные комплексы сегодня существуют лишь в нескольких городах Беларуси. Наше предприятие является единственным предприятием в городе Брест и Брестской области с широким спектром услуг. Одним из видов услуг является чистка ковров. Чистку ковров мы производим ковровой линией, которая приобретена в 2014 году и на сегодняшний день работает успешно. Проходя от этапа к этапу, машина проводит диагностику загрязнения, выбирается индивидуальный режим очистки, стирки и сушки коврового изделия. На все это, по оценке специалистов, уходит порядка 15 минут. Учитывая такие возможности, принимаемых снежинкой заказов может быть существенно больше. Как, впрочем, уже совсем скоро станет и количество обслуживаемых клиентов. Сегодня на предприятии проходит процедуру модернизации, пункт приема вещей в обработку, который позволит не только улучшить качество обслуживания, но и увеличить скорость процесса. Здесь сегодня идут отделочные работы. Открытое акционерное общество «Снежинка» растет, живет и расширяется. Секрет успеха большого трудового коллектива – современное оборудование, которое регулярно закупается, профессионалы-специалисты, предоставляющие большой перечень интересных предложений. Руководство делает ставку и на уровень оказания услуг, и на сокращение сроков исполнения заказов. Успех подтверждает не только качественный результат, но и многочисленные награды, главная из которых – довольные клиенты, заинтересованные в оказываемых услугах. Работаю социальным работником, поэтому я 28 лет, я обслуживаю контингент одиноких людей, поэтому с химчистками сталкиваюсь очень часто. Было все, сдавали вещи, ковры, вот мы сдавали, нам это нравилось, устраивало. Есть такие вещи, которые просто нельзя физически мочить и стирать, которые нужно только отдать профессионалам, чтобы они это сделали правильно и качественно. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Евгений Простный, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Одно из самых любимых кондитерских изделий, которое заслуженно занимает почетное место и на праздничном столе, и за обеденной трапезой в будни, зефир, оказался в центре внимания одной из наших съемочных групп на текущей неделе. Чуть более года назад на Лунинецком хлебозаводе была установлена линия по производству этой сладкой пенообразной массы. О том, как работает людям на таком производстве и почему специалисты называют зефир капризным деликатесом, узнала наш корреспондент Анастасия Стропко. Подробности в следующем материале выпуска. Зефир в переводе с древнегреческого означает «северо-западный ветер». Наверное, благодаря своей легкой пенообразной текстуре и тому, как неуловимо подобно ветру, он иногда исчезает с горизонта стола или тарелки. Его любят и взрослые дети, в почете разные – и белый, и розовый, и покрытые тонким слоем шоколада. Скорее всего, именно учитывая такую любовь к кондитерскому изделию и рассчитав, что она способна принести немалый доход, руководство Лунинецкого хлебозаводу чуть больше года назад приняло решение установить линию по производству этого деликатеса. Не все получилось моментально. Зефир оказался капризным в приготовлении лакомством. Однако уже сегодня предприятие выпускает тысячи тонн сладкого продукта в месяц. Зефир – это, можно так сказать, капризное производство. Поэтому в прошлом году, покуда мы все это отработали, отрабатывали все это сами, выпустили всего лишь 6 тонн. Это с июля месяца прошлого года. С начала этого года мы выпустили 16 тонн зефира. И особенно пошла реализация у нас последние 2-3 месяца. В среднем 2,5 тонны в месяц. Многие сладкоежки наверняка мечтают, если не поработать на таком производстве, то хотя бы однажды здесь побывать. И это неудивительно. Место здесь кажется просто волшебно вкусным. Правда, сами работники этих цехов признаются, что и к запаху, и ко вкусу, и к внешнему виду зефирного деликатеса уже привыкли. Я работаю второй год. Вот весной будет уже два года. Коллектив очень дружный, веселый. Всегда поддерживаем друг друга, вручаем. Изначально я сладкое не очень люблю. Ну, как-то, да, приятно, вкусно. Люди благодарят много у нас, любят в нашем городе очень нашу продукцию. Знают, что она без химии всякой, полезная очень. Однако свою работу менять не спешат. И такая тенденция характерна не только для сладкого отделения хлебозавода. Многие отдали этому предприятию не одно десятилетие своей жизни и не жалеют. Зарплаты, говорят, устраивают. Начальство своих подчиненных ценит и бережет. К тому же и работа. Что хлеб выпекать, что зефир глазурью поливать – одно удовольствие. В общем, я хочу сказать, что у нас особенно женской текучести нет. У нас кто устраивается на работу, работает почти до пенсии. Вот лично я работаю 30 лет, и у нас возраст основной, средний возраст 45 лет. Нравится, хотя очень тяжело работать, женский труд очень тяжелый у нас, но нравится, потому что, когда слышишь отзывы покупателей нашей вкусной продукции, поэтому это вдохновляет нас, и мы рады работать и стараемся. К слову, останавливаться на достигнутом на этом предприятии не принято. На хлебозаводе постоянно идет процесс модернизации. Расширяется ассортиментный перечень, улучшается вкус и качество готового продукта. К слову о последнем. Именно с целью его повышения здесь уже в первом квартале 2016-го будет введено в строй новое оборудование. Термомасляные печи, генератор, по словам специалистов, выведут и без того знаменитый лунинецкий хлеб на качественно новый уровень. Анастасия Стробко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите новости на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном, интересном и актуальном. Проблема детской и подростковой наркомании в последнее время становится все более и более актуальной. Особенно остро эта тема зазвучала с появлением у нелегальных торговцев, так называемых спайсов. Спасти подростка, употребившего это вещество, будет крайне тяжело. Бороться с этой проблемой в одиночку было бы неправильно. На помощь должна подключиться вся общественность. Сегодня это взаимодействие наиболее активно наблюдается в тандеме педагоги учебных заведений и стражи порядка. Благодаря совместным усилиям на базе учреждений проводятся образовательные тренинги и открытые диалоги для руководителей, их замов, педагогов. Накануне подобное мероприятие прошло на базе Брестской гимназии номер 5. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Жить или существовать? К сожалению, с каждым годом ответ на этот вопрос дают люди разных лет, разных судеб и разных историй. Столкнувшись с серьезными трудностями, ощутив одиночество или просто попытавшись разбавить скучный досуг, они попадают на удочку собственной бесхарактерности и вечной зависимости. Наркотики. Они в состоянии за несколько дней поработить волю, за несколько лет выжить человека до тла, превратить его в беспомощную машину, когда жизнь посвящена поиску новой дозы и страху перед очередной ломкой. Новым витком развития проблемы стало появление на наркорынке курительных смесей или спайсов. Были случаи, когда это вещество становилось причиной серьезных психических расстройств и припадков. Справиться с такими состояниями крайне тяжело. И даже если это возможно, то время играет главную роль в этом. Спасти можно, если быстро выявить, что принимает человек, и оказать квалифицированную помощь. Статистика говорит о том, что склонны к употреблению спайсов прежде всего подростки. А потому именно на них нацелено внимание правоохранителей и педагогов, под наблюдением которых молодые люди находятся на протяжении всего учебного дня. С классными руководителями мы в этом году встречаемся впервые. Раньше мы проводили такие обучающие семинары для социально-педагогических служб учреждений образования, а также для заместителей директоров по воспитательной работе. Кроме того, в таком же формате мы собирали заведующих и воспитателей общежития, учреждений образования, где проживают подростки. Накануне на базе Брестской гимназии номер 5 состоялся семинар для классных руководителей учреждений образования района. На повестке дня оказалось несколько вопросов, среди которых как помочь подросткам устоять и не поддастся соблазну, и что делать, если ребенок начал меняться на глазах, причем не в лучшую сторону. Как ни печально, но чаще всего в категорию риска попадают ребята, воспитывающиеся в неблагополучных семьях, подростки, лишенные семейного тепла и должного внимания. Статистика коварная, но говорит она действительно то, что в основном 95% это те несовершеннолетние, кто проживает в семьях неблагополучных, где родители между собой находятся в конфликте, где существует проблема, ребенок недолюблен. Лекторами семинара стали не только правоохранители, но и психологи, которые познакомили педагогов с основными внешними особенностями проявления зависимости. Однако, по мнению медиков, главными наблюдателями за здоровьем и поведением ребенка должны быть не только они. В первую очередь это родители, которые, несмотря на собственную занятость, должны уделять достаточное количество времени своим детям, чтобы в случае необходимости быстро прийти на помощь. Родители знают, что способен ребенок, какой он есть, когда начинают убиваться из колеи, нужно немножко наблюдать. Глазки – это, конечно, самое первое, что нужно смотреть. Неестественно, вот этот вот блеск, его невозможно пропустить, его невозможно не заметить. Если ребенок больной, вот как обычно при гриппе, да, что-то свойственно, то вот он чем-то похож. Но когда мы больны гриппом, мы чихаем, мы кашляем, у нас насморк, а здесь ни насморка, ни чихание, просто непонятный блеск, который непонятно с чем связан. Именно блестящие глаза, расширенные или, наоборот, суженные зрачки, нетипичное для ребенка поведение должны стать первыми сигналами для того, чтобы родители забили тревогу и обратились к специалистам. Ведь только вместе, а не в одиночку, можно справиться с трудностями. Приятная новость для научных работников, студентов и просто любителей литературы. На днях состоялось торжественное открытие обновленной Бресской областной научно-технической библиотеки, переехавшей в здание на улице Пушкинской. Сегодня она предлагает своим посетителям ультрасовременные технологии, новые услуги и комфортные условия. На открытии библиотеки побывала наша съемочная группа. С подробностями вас ознакомит Сафия Бережная. Отличный повод – официальное открытие нового здания Бресского книгохранилища собрал вместе работников филиалов Республиканской научно-технической библиотеки, а также служб информации, предприятий и организаций Бресского региона. Частью праздничной программы стал семинар, направленный на повышение квалификации сотрудников библиотечной системы в современных условиях. Во главе угла – имидж представителя профессии и формы работы с пользователями – тайм-менеджмент. И все же главной задачей подобных мероприятий остается обмен опытом. Библиотека, как социальный институт, меняется так же, как и само общество, для того, чтобы отвечать новым запросам, новым потребностям. Поколение меняется, новая генерация, новые потребности. Кстати, насчет этого могу сказать, что библиотека для молодежи – замечательное место. Почему? Потому что у нас огромное количество электронной информации сегодня, и различных баз данных, и приложений к журналам, книгам. В общем, сегодня эта видеоинформация занимает очень большое место. Пространство современной библиотеки – это объединенный интернет-центр и читальный зал новшества, консультационный пункт по вопросам интеллектуальной собственности, а также открытый доступ ко всем ресурсам хранилища информации. В фонде библиотеки сегодня более 2,5 миллионов экземпляров документов, в том числе порядка 450 наименований периодики и чуть более 2 миллионов 400 тысяч электронных источников. Помимо предоставления информации, предложены и такие услуги, как тренинги по работе на компьютере, зона Wi-Fi, а также свободный книгообмен и буккроссинг. Среди активных пользователей – как индивидуальные читатели, так и коллективные абоненты организации и предприятия области. Не часто библиотеки улучшают свои условия работы, скорее чаще ухудшают. А у нас такой редкий случай, что у нас получилось улучшить значительно свои условия работы. Читальный зал сейчас более 160 метров, по старому адресу у нас было менее 40 метров. То есть мы сейчас обрели некое единство формы и содержания, потому что по содержанию мы современный крупный информационный центр. У нас самый большой фонд научно-технической информации в регионе. Открытие обновленной библиотеки сопровождалось юмористическими зарисовками ее сотрудников. Сюрпризом для гостей стала презентация современного 3D-принтера. Торжественная церемония проходила в дружественной атмосфере, и это неудивительно. Ведь событие собрало людей, которых объединяет одно большое увлечение. Владимир Акулов – постоянный пользователь ресурсов богатого хранилища информации. Стал одним из первых читателей Брестской областной научно-технической библиотеки. Породу деятельности, а мужчина имеет 25-летний стаж работы учителем, не раз доводилось обращаться к уникальным источникам, имеющимся в фонде. Сегодня, будучи на пенсии, Владимир Владимирович осваивает компьютерные технологии, уже в стенах обновленной библиотеки. У нас не было информатики, и поэтому, когда я только узнал, что вот такие открываются, когда этот центр был еще на площади, открываются такие центры, где обучают азам владения компьютером, я сюда пришел. И вот я уже 13 лет сюда хожу. Можно Брещан поздравить с новым храмом науки, культуры, с открытием вот этой новой электронной библиотеки. И здесь каждый может, не то что раньше, может находиться в одном миге от истины. Изучив ассортимент литературы, можно сделать вывод. Здесь вы найдете исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы. Издания, представленные на стеллажах, это лишь часть источников. Помощь пользователям – материалы фонда библиотеки. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Бугинформ». И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БугТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Бугинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. С приходом ноября станет немного теплее, прогнозируют синоптики. Погодные условия на территории Беларуси будут определять антициклон, смещающийся через восточные районы нашей страны. В первые ноябрьские дни на Брещене ожидается комфортная, теплая и солнечная погода. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью 1-3 градуса, максимальная днем от 10 до 12 градусов тепла. В понедельник теплая и спокойная погода в Брестской области сохранится. Средняя температура ожидается на 1-3 градуса выше нормы. Ночью плюс 4-6, днем до 10 градусов тепла. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер западный умеренный. Редактор субтитров А.Семкин